Нижний Новгород Наш рассказ о финале четырех мы начинаем не в баскетбольном зале, а в пресс-центре рядом с кубком, который через несколько дней поднимет команда победительница. Если для болельщиков турнир стартовал в пятницу, то для команд и для тренеров он начался на день раньше. В преддверии турнира прошла пресс-конференция с участием главных тренеров команд. Вот он, тот самый желанный четырьмя финалистами трофей, дизайн которого меняется каждый год. На пресс-конференции тренеры поделились своими ожиданиями и рассказали, как их команды планируют преодолеть дистанцию до заветной призовой тары. Предлагаем вам сравнить ожидания и реальность, то есть то, чего добились команды в итоге. Итак, первые слова наставников. Конечно, мы приехали не как мальчики-лебеди, а для нас сейчас, конечно, главное, это самый опытный соперник, с которым мы всегда играем. Кость-кость это Новосибирск, поэтому завтра будет, я думаю, интересно. Очень приятно попасть, сильный квартет собрался. Не знаю, как получится, но могу сказать, что тоже с какой-то ямки немного вышли и считаю, что завтра тоже будем стараться играть в красивую игру. У каждого есть шансы 20%, 25%, извините. С этим финалом, то есть полуфиналом, финалом нет никакой разницы. Может быть давление на нижнем Новгороду смысл как домашней команды, но нижний всегда под каким давлением, поэтому ребята могут исправиться. То есть те ребята, которые выйдут завтра на площадку, я надеюсь, мы можем показать действительно интересный баскетбол. Я надеюсь, что мы покажем здесь достойную игру. Ребята у нас все готовы. Многие играли, были в финалах четырех, многие выигрывали в суперлигах. И также некоторые ребята играли в АТБ лиге, поэтому есть какой-никакой опыт. И я надеюсь, что мы покажем достойную борьбу, достойную игру. На этом первый день финала четырех, пускай и не игровой, но предваряющий, завершился. Отправляемся в день второй. Ну что, с тренерами мы пообщались, а теперь перемещаемся во второй день Кубка России. Первый полуфинал «Фарма» против Новосибирска. Теперь непосредственно к матчу. Как и полагается фавориту противостояния, а им на правах представителей единой лиги ВТБ была «Фарма», «Пермяки» быстро захватили лидерство. Пять безответных очков – это отличное начало, однако сибиряки включились в игру, и это слабо сказано. Мощный восьмиочковый бросок, и вот уже «Фарма» в статусе догоняющих. Правда, единственный раз за всю игру. К концу четверти «Пермяки» вернули преимущество – 19-14 перед перерывом. По ходу второй десяти минутки номинальные хозяева – баскетболисты «Фармы» – увеличили отрыв до 16 очков и практически сняли вопросы победителя в матче. Третья и последняя четверти – равная борьба и увеличение преимущества всего на одно очко к финальной сирене. 76-59 – «Фарма» в финале, а Новосибирск ждет соперника по матчу за бронзу. Я хочу сказать большую благодарность своим игрокам, которые практически сами знали, что им нужно делать, потому что мы всего два с половиной дня, и некоторые акценты расставили в защите, как нужно отыграть именно в защите, потому что нападение и так у нас хорошее. Осталось только правильно в защите отыграть против определенных игроков в Новосибирске. Нам просто сегодня было тяжело. Мы всю игру практически играли в пятерон. Ребята, которые выходили на замену, к сожалению, не попали полностью в игру и практически не помогли совсем. Поэтому были какие-то всплески, несмотря на то, что мы проигрывали там и 16 очков, 19 очков проигрывали, тем не менее мы возвращались в игру. Мы сокращали и до шести первый раз, и до восьми. Но потом вот эта вот усталость, небольшое расслабление несколько раз. И те идеи, которые были в защите, они до поры до времени работали, пока хватало концентрации. Тренеры обеих команд отправились на трибуны следить за тем, что будет происходить во втором матче дня и изучать каждого из вероятных потенциальных соперников. Ну что, первый матч финала четырех завершился. Парма выиграл Новосибирск и вышел в финал. Теперь переходим к баскетбольному клубу «Нижний Новгород». Матч между Нижним Новгородом и «Спартаком» предваряла красочная церемония открытия. Предлагаем и вам насладиться этим захватывающим зрелищем. Кубок России в Нижнем Новгороде. Все приветствия позади и теперь мы переходим непосредственно к баскетболу. Нижний на правах хозяина и фавориты противостояния начал матч уверенно. За восемь минут первой четверти команда «Лукич» оторвалась на 10 очков. Однако за последние две минуты преимущество практически разбазарило. 22-20. В начале второй четверти гости впервые сумели перехватить лидерство. Нижегородцы пытались вернуть его вплоть до большого перерыва, но не вышло 38-40. Третья четверть и вновь смена лидера. Нижегородцы, замотивированные в перерыве словами Зорана, все-таки довели дело, начатое во второй четверти до конца и вернули пальму первой за себе. Стоит отметить тот факт, что Захар Пашутин, тренер гостей, из-за дисквалификации не мог руководить командой с привычного места. Однако команда его наставления слышала превосходную. Сидел в считанных метрах от привычного места. Разница большая и, естественно, это чувствуется очень сильно, и особенно в таймалотах, особенно на заменах. Что делать, будем делать выводы и шагать дальше. Надеюсь, что больше не повторится. 58-54 перед последней четвертью определенно баскетбол получился интересным и напряженным для обеих сторон. В середине 10-ти минутки нижегородцы вернули преимущество в 9 очков, а потом сконцентрировались на его сохранении. Спартаковцы все-таки немного сократили. Обратим внимание и на первое очко Владимира Карпенко в составе взрослой команды БКНН. Он реализовал штрафной бросок в конце матча. 76-69 в итоге. Финал между Нижним и Пармой. Третья встреча этих команд за полтора месяца. Финал между Нижним и Пармой. Но это все-таки в ошибках дело. Но хорошо сыграли в защите. Думаю, это нам помогло выиграть сегодня. Обидное поражение на самом деле. Боролись до конца. Был шанс переломить и выиграть. Но, к сожалению, удача сегодня нам не улыбнулась. Ну и Нижний Новгород, конечно, надо им отдать должное. Молодцы ребята. Поздравляю их и рад, что меня здесь встретили болельщики. Помнят, я очень признателен им. А Нижнему Новгороду желаю удачи в финале. Что поменялось в Нижнем Новгороде с тех времен, как вы знали в Пармой? Да вроде ничего особо-то. Вроде все нормально. Народу стало ходить. Вроде как побольше показалось мне, может быть. На некоторые игры, я помню, мало народу было. А сейчас вроде ничего. Хорошо. Так все в целом нормально. Ну что же, вот и завершился второй день финала четырех Кубка России. Первый игровой. Мы узнали, кто сыграет в решающем матче и кто сыграет в матче за третье место. Собственно, разыгрывать трофеи будут БКНН и Парма. Это противостояние мы уже видели пару раз за пару последних месяцев. Матч за третье место сыграют Спартак и Новосибирск. Увидимся с вами завтра. Ну что, снова всем привет. Третий день финала четырех Кубка России в Нижнем Новгороде. Не такой насыщенный, как все остальные. Сегодня нет игр, только тренируются команды. Готовятся к решающим матчам. Нижний Новгород и Парма финалисты. И мы посетили их тренировки. А это уже третий день. Не такой событийный, как все остальные. Команды готовятся к финалу. Первой тренировалась Парма. Команда еще под руководством предыдущего тренера дважды уступила Нижнему Новгороду за полтора месяца. Финал – отличная возможность взять реванш. Тем более, раньше команда уже одерживала победу в этом турнире. В вашем составе большее количество игроков есть, чем у Нижнего Новгорода. Там и травмы, и травмированные заявленные. Насколько сильно это повлияет завтра? На самом деле, завтра повлияет, как команды выдержат как раз эти 40 минут. И как распределять свои силы игроки и всего состава. Не важно, что у него какие-то травмы, что ли снова люди выйдут в полу, болезни, в вещах. После Пармы тренировку проводил уже Нижний Новгород. Главным здесь, как отметил Зоран Лукич, стало восстановление игроков. Еще после матча со «Спартаком» он отметил, что у большинства боскетболистов есть проблемы с кондициями. Постараемся максимально вывести игроков из этого состояния, накупившие усталости. Но что касается Пармы, там в принципе, да, новый тренер. Но что касается тактических моментов, все то же самое. Только какие моменты с исполнительными променялись. Если можно сказать, даже исполнительные променялись и добили большую роль, потому что выступают русские игроки. И в этом плане вот какая коррекция. Все остальное, то, что мы увидели на игре с Новосибирском, все то же самое. Ну что, вот и настал финальный день финала четырех Кубка России в Нижнем Новгороде. Начинаем мы с матча за третье место «Спартак» Новосибирск. Конечно, понятно, что самое интересное будет дальше, но выяснить, кто возьмет бронзу, тоже нужно. С первых минут «Спартак», парой недели ранее разгромивший Новосибирск в Суперлиге, завладел уверенным преимуществом. И уже к концу четверти обеспечил себе двукратное преимущество 8-16. Во второй четверти «Сибиряки» собрались и перевернули ход игры. На большой перерыв они отправились уже в качестве лидеров 27-24. Третий четверть – ничья 47-47. А вот в заключительные 10-минутки «Новосибирск» пошел во все тяжкие и отправил «Спартак» домой без медалей. 71-62 – реванш за поражение в Суперлиге и третье место в Кубке. Безусловно, очень рад, что мы эту игру выиграли. Получается, в финал играют две команды Лиги ВТБ. Мы дошли до Кубка и, несмотря на то, что мы в чемпионате две игры в «Спартаку» проиграли, сегодня все-таки ребята настроились и смогли одержать, я считаю, достойную победу. Я думаю, что сегодня выиграет «Нижний». Только потому, что в сторону Лукича больше опыта. И если бы я план строил, игры против «Пармы», то я думаю, у «Нижних» не будет проблем. У тех большие сильные, у этих маленькие сильные. Сейчас баскетбол упорит в сторону маленьких. С этим городом меня много чего связывает. Было приятно играть. Организация Нижнего – высший уровень. Поэтому спасибо организаторам Нижнего Новгорода, что смогли взять Кубок России себе и сделать все по высшему разряду. Приятно, конечно, завевать третье место, чем уехать без медалей. Но все приятно. Ну что, вот мы и дождались. Финальная игра финала четырех Кубка России по баскетболу. Дворцы спорта – настоящий аншлаг. Нижний Новгород против «Пармы». Здесь творится настоящее баскетбольное безумие. Домашний финал. Аншлаг на трибунах. Кубок рядом со скамейкой. Нижегородские болельщики с первых минут погнали своих баскетболистов вперед. Однако стартовый отрезок остался целиком за «Пармой». В середине четверти гости стали мощно увеличивать отрыв от Нижнего Новгорода, кардинально меняя настроение на трибунах. 29-40, 11 очков отставания перед большим перерывом. Ситуация критическая. В третьей десяти минутке она не то что не исправилась, но стала еще хуже. До 17 очков увеличили гости свой отрыв. Заключительную четверть нижегородцы начали при счете 40-57 и практически сделали невероятный камбэк. Уже к середине десяти минутки уверенная игра Стрибкова, Бабурина и Жбанова позволила 17-очковое отставание сократить практически в три раза. А дальше начался настоящий триллер. Баскетболисты «Пармы» теряли мяч при вводе, отдавали неточные передачи и не попадали в кольцо. Однако воспользоваться этими подарками нижегородцы, к сожалению, не смогли. Сил не хватило. 73-67 итоговый счет у Нижнего Серебро. Победу празднует «Парма». Отделено спасибо моим бойцам. «Парма». 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 «Видели один характер, одну сумасшедшую эмоцию. К сожалению, сил не хватило попасть в важных моментах открытых войск. Просто сил не хватило. Я не имею никакую претензию к этим ребятам». «Великолепный турнир, особенно, конечно, финальная игра, драма мне очень понравилась. Сегодня Нижний Новгород играл первым номером, агрессором. «Парма» здорово, 32 минуты с половиной оборонялась дисциплинированно, наказывала за ошибки. Потом 7 минут я такого не видел. Такой провал наступил, буквально 10 потерь подряд. И дали возможность Нижнему вернуться в игру, но полторы минуты буквально до конца сумели все-таки взять себя в руки и довести игру до победы. «Тема прекрасен спорт, не предсказуем тем, что победа досталась, скажем так, нелогично, но заслужена команде «Парма» из Перми. Поэтому поздравляю наших соперников в финале. Будем бороться, продолжать, стараться выиграть Кубок России в следующем сезоне». «Эмоции выплюнулись на площадке. Я уже просто опустошен, но я очень рад, что мы выиграли. И это заслуга всех парней, каждого до единого. Кто выходил, кто, не знаю, падал здесь, сложился всеми костями на паркет. И добыли для нас эту победу». Ну что, вот и завершился финал четырех Кубок России по баскетболу. Сейчас мы находимся в зале КРК «Нагорный», который уже начинает разбирать и готовить к матчам «Торпеда». К сожалению, этот финал завершился не так, как хотели нижегородские болельщики. Нижний Новгород в финале уступил «Парме» в шесть очков и занял второе место. Но все равно это были четыре замечательных дня баскетбола. Ну что, про баскетбол мы рассказали, теперь переходим к хоккею. Регулярная часть сезона КХЛ подходит к своему завершению. Хоккеисты «Торпеда» на этой неделе провели два матча, оба в гостях. Сначала сыграли с автомобилистом, а затем с ярославским локомотивом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова «Торпеда» Я думаю, сейчас очень важно нас остановиться и готовиться на следующий груз локомотив. «Торпеда» 14 февраля – день всех влюбленных. Парочки признаются в любви друг к другу. Мы решили пойти немного дальше и дали нижегородским болельщикам возможность перенадаться в любви к своим командам. «Торпеда» «Торпеда» Хочу поздравить свой любимый футбольный клуб Нижний Новгород с праздником Дня Святого Валентина, отправить огромные лучи любви всем игрокам и также выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу за то, что дарите мне неповторимые эмоции от игры, неповторимые эмоции от побед, а самое главное создаете ту праздничную атмосферу футбола в нашем городе. Спасибо, что играете за наш город, приносите нам победы. Будьте счастливы, будьте здоровы и смотрите «Спорт Тайм». Хотелось бы сказать несколько теплых слов моей любимой команде баскетбольный клуб Нижний Новгород. Эта команда для меня значит очень-очень многое и за ней я готов поехать хоть на край света, даже в холодную Астану. Потому что пока мы едины, мы непобедимы. Вперед за Нижний. Несмотря на тяжелый период, мы, болельщики, поддерживаем команду от всей души и желаем команде Торпедо только побед. Мы настоящие болельщики, вы настоящая команда и вместе мы сила. Успех будет за нами, веря в команду. Вперед, Торпедо! Смотрю нижегородский баскетбол. Грущу, когда Бабурин получает фол. Бывают двушки не летят и третья четверть словно ад. Но я с командой без измен. Моя любовь – БКНН. В преддверии 14 февраля хотелось бы кое в чем признаться. Признаться в любви футбольному клубу Нижний Новгород и пожелать парням скорейшего возвращения на наши российские поля для завоевания места в РПЛ, конечно же. Ну что, парни, мы вас ждем и любим! Первый матч меня пригласил Артем. Это произошло в июле 2016 года. Тогда в контакте я знал, что наша команда «Олимпийц» принимает у себя дома «Ульяновскую Волгу». Несмотря на то, что наша команда проиграла, нам понравилась сама отдача команды и мы стали посещать следующие матчи. Я состою в фанатском секторе клуба и посещаю каждый домашний матч. Ну, на фанатском секторе я не состою. Больше люблю поддерживать команду с трибун. Но из-за постоянных тренировок не всегда получается быть на стадионе. Но как только выделяется свободная минутка, я сразу бегом поддерживать наших парней. Вся команда. В основном Тимур Аюпов, Радик Хайрулов и Артур Анисимов. Вы видели, как он тащит? Я видел. Команде могу пожелать побольше побед и зрелищных голов. Ну и, конечно же, поменьше травм, чтобы стадион постоянно был забит до отказа. Ну и, конечно же, выход в российскую футбольную премьер-лигу. Я люблю Нижний Новгород. Ну и, конечно же, я рад. У Новгорода перерыв длиною в половину месяца. Однако перед этим нужно заехать в Краснодар на матч против местного локомотива. 15 февраля состоится эта встреча. Хоккеисты старта в этот же день сыграют на домашнем льду против новосибирского Сипсельмаша. Затем 18 января соперником станет Уральский трубник. Хоккеистки Скифа 16 февраля проведут заключительный матч против Бирюсым. В этот же день Оргхим на своем паркете сыграет против Мосполитеха. Баскетболисты второй команды Нижнего Новгорода 21 февраля проведут первый матч из двух против казанского Уникса. 16 и 17 февраля хоккеисты Чайки на домашнем льду сразятся с московским «Динамо». Ну а теперь у нас точно все. Увидимся с вами через неделю. Помните, что спорт – это лучшее увлечение на планете Земля. До скорого!